здравствуйте дорогие петербуржцы опять театр поэтов у вас в экранах телевизоров и сегодня в гостях у меня у владимира антипенко а это моя авторская программа и сегодня у меня в гостях поэт дмитрий бацыев здравствуйте дима здравствуй валови ну у нас сначала мы мучаем поэт должен стихи поэтому сначала стихи все остальное потом поехали геометрия счастье для счастья мне всегда недоставала квадрата круга ромба и овала сам на себя чуть не наплевал как вдруг нашел на берегу овал а ровно через месяц старый друг мне подарил на день рождения круг потом я был чрезвычайно рад когда по почте получил квадрат в день когда на всех упала бомба я сделался владельцем ромба и я теперь живу не знаю горя пью сколько захочу купаюсь в море забылись все печали и обиды и не хватает только пирамиды спасибо вот такое начало и дорогие друзья вот можно так сказать эзотерическая ирония да сатира сатира это твой стиль ну пожалуй да хорошо дим ну буквально два слова о себе расскажи ты человек известный в городе петербурге да и в россии в общем то да и за границей ты там ездил по всякими гастролями но я думаю что есть люди которые не все знают о твоей биографии пару слов вывод ночью просто я коренной петербуржец представитель интеллигенции отец у меня искусствовед работал в эрмитаже в запасниках мама профессор химии учительница с пяти с 50-летним стажем то есть кореннее меня просто уже трудно придумать учился в школе поступил в институт технологический учился в музыкальной школе в джазовой школе в первые еще в самый еще восьмидесятых годах вот потом попал в вооруженные силы так сказать был поневоле защитником отечества в стройбате защищала отечество полы тоска до саратовском стропольщиком работал другие войска не могли взять с моими глазами прекрасными вот потом после после того как оттуда освободился хорошо сказал освободился уже Началось перестройка уже стало сильно изменилась жизнь а пошел работать в театр стал заниматься тем ни к чему меня принуждали ничем положено было чем тем чем я я хотел заниматься что работать в театр Довольно долгое время работал в этой сфере, так сказать, в театре в свое время собрали с друзьями студию, то есть началась еще такая параллельно-музыкальная жизнь, потом постепенно совсем музыкальная жизнь меня вообще очень увлекла, я играл в кучу известных групп, принимал участие во множестве. Ну, вот есть первая, наверное, известная была группа Нати, группа Святослава Заделья, ныне покойного, потом была группа Выход, ныне здравствующего Сергея Селюнина, тоже небезызвестная рок-клубовская команда, потом была группа Кафе, которая в свое время тоже была популярной, песня «Товарищ сержант», еще до сих пор, уже лет 10, а то и 12, наверное, крутится на нашем радио, не слезая. А ты на чем играл? Я на басу играл, вот, я играл даже в группе «Зоопарк» на басу, правда уже без Майка Науменко, но с теми же монстрами, которые играли с ним. А сейчас у тебя, собственно, уже есть как бы группа «Слоны» и там что-то? Есть проект, проект такой «Слоныка», с которым мы очень много слонялись по вообще городам и весям, и по многим там за границам, вот. Вот, там два основных участника, собственно, Саша Слон, гитарист и я басист, и у нас эта программа состоит из двух частей, как бы, кавера известных там джазово-рок-конрольных стандартов, ну, в своей такой обработке, плюс авторская программа, ну, в таком же приблизительном. Там твои песни тоже звучат. Да, тоже, тоже все звучит, все работает, и мой, собственно, еще авторский проект есть в жанре неофолк, я его так определяю, ну, вот, ну, и стихи я пишу вообще всю жизнь, с самого, наверное, детства. Общаться мы можем так. Да, к сожалению, не помню, самых ранних не сохранились, а вот, ну, вот, пока за последние, там, лет, наверное, 30, уже там что-то есть, что-то осталось. Хорошо, давай тогда у нас программа Театр поэтов называется, Зрелище поэтов, ты с Театром поэтов послушать уже давно сотрудничаешь, а Владимир Антипенко, руководитель Театра поэтов послушать, нас всех можно в интернете обнаружить, там, ВКонтакте и так далее. Дим, давай все-таки стихи и будем доказывать, что мы творцы именно стихами, ну, имеется в виду, в данном случае, ты. Ну, вот, отлично. Дмитрий Бациев. Первое, что тут у меня попалось под руку, это у меня такая серия стихов, называется «Из ненаписанного», стилизации под всяких известных поэтов, и даже с музыкой есть много чего. Даниил Хармс. Очень люблю. Лакеев, Хакеев и Брекекекекеев пошли на рыбалку, чтобы рыбу ловить. Лакеев сел в лодку, Хакеев взял плетку, а Брекекекеев вообще не рыбак. Лакеев, Хакеев и Брекекекеев отправились в поле грибы собирать. Лакеев с корзинкой, Хакеев с резинкой, а Брекекекеев грибов не любил. Лакеев, Хакеев и Брекекекеев задумали встретить втроем Новый год. Лакеев взял елку, Хакеев – двустволку, а Брекекекеев до них не дошел. Лакеев, Хакеев и Брекекекеев решили, что больше не будут бухать. Лакеев подшился, Хакеев крестился, а Брекекекеев тот вовсе не пил. Лакеев, Хакеев и Брекекекеев налаживать стали семейную жизнь. Лакеев жил с Таськой, Хакеев жил с Васькой, а Брекекекеев ни с кем не дружил. И вовсе не жил. Лакеев, Хакеев и Брекекекеев решили устроить достойный финал. Лакеев скончался, Хакеев сторчался, а Брекекекеев не жил никогда. Хорошо, дорогие друзья Дмитрий Бацеев На вашем общественном телевидении В авторской программе Владимира Антипенко Дин, вот ты говорил театр А в каких театрах у тебя что было? Ну так, вкратце В общем, было такое Формирование при Василеостровском Молодежном центре, как театр абсурда Да, у меня есть Запись в трудовой книжке Актер театра абсурда За 1989 по 1992 год Из театра абсурда я перешел в театр Реального искусства к Эрику Горошевскому В качестве звукорежиссера уже И там проработал 8 лет До окончательного закрытия театра Ну а теперь театр поэтов А теперь театр поэтов Никуда не деться Что там следующее у нас на подходе? Я думаю, что наверное Что-нибудь очень философское Я прочитаю Очень философское Стихотворение Я же все-таки Эзотерический сатирик Ну вот философское В мире, где любая возможность Возможна Всегда есть возможность Попасть в просаг А почему это так? На это односложно Вам не ответят Ни Бойль Мариотт Ни Гейлю Сак В мире, где вероятно Любая вероятность При всеобщей технократии И развитии точных наук Все равно В любой момент Может случиться неприятность Например, быть съеденным заживо Как Джеймс Кук А в мире Где любая случайность Случается Никак нельзя говорить Ничего не случается Такое может быть Лишь там Где бесконечность Кончается И потому Остается лишь Учиться Учиться И учиться И с каждым днем Наблюдать Как окружающее Нас окружает Как жизнь дорожает А зеркало Не отражает И чем бестолку В астрале Качать права Так не лучше ли В этой жизни Исправно колоть дрова Спасибо Дорогие телезрители Вот Дмитрий Бациев На самом деле Не только поэт Но он еще и певец И композитор У него есть песни Собственного сочинения И сегодня мы там Что-то решили Да, что-то Что-то Да, пожалуй Что можно Да, только не пугайтесь Это все-таки сатира И своеобразные Очень тексты И песни Давай, Дим Отлично Как, что будет называться В честь чего сочинено Значит Дадим немножко Дадим немножко року Это так сказать Вообще Посвящение Всему русскому року Песня с глубоким Эзотерическим смыслом Я подписываюсь Под этим Сначала вам ее спою А потом еще переведу С русского на русский Да, вот так вот Муха Ни с того, ни с сего Появилось дерево Плодолосик и цветет На спине моей растет Ни с того, ни с сего Муха села на него Посидела Стала жить Стал я с мухою дружить Муха Спой мне песенку на ухо Я хочу счастливым стать Муха Покажи мне силу духа Научи меня летать Ни с того, ни с сего Вдруг завяло дерево Перегрызла корни мышка И засохло дерево Стала мышка жить под ним Улетела муха в Крым Жалко мышку мне убить Буду мышку я любить Мышка Спой мне песенку, малышка За собою позови Мышка Без тебя Без тебя мне просто крышка Научи меня любви Не с того, ни с сего Снова встало дерево Прилетела муха с юга И ожила дерево А я лежу в себе гнию Никого не трогаю Всем желаю долго жить А мышкам с мухами дружить Муха Спой мне песенку про муха Я хочу счастливым стать Я хочу счастливым стать Муха Подожди мне силу духа Научи меня летать Мышка Спой мне песенку Малышка Малышка За собою позови Мышка 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 Без тебя Мне просто крышка Учи меня любви Муха Спасибо Дмитрий Бациев Песня Муха Я так пытался Думал, что у тебя волосы На микрофон попадают Поэтому поправлял Мне уже показали Вот так Что я сумасшедший Я же парень сумасшедший Да ладно Дим Слушай, ну все отлично Хорошо Песни мы спели Я вам еще Обещал ее перевести С русского на русский Так вот Песня наполнена Глубоким эзотерическим Смыслом Дело в том Что эта песня На самом деле Мертвого человека Которого похоронили Лицом вниз Потому что у него На спине выросло дерево Там, если кто заметил Вначале То есть его Покоронили лицом вниз И вот И вот даже после смерти Его не оставляет Сила добра и зла То есть, собственно Кто вот Муха Муха Это Посланец небес Она живет на Грани тонкого мира Так сказать Ну то есть Ну практически ангел Вот Муха Персонаж сугубо положительный Сила добра Ну есть Муха Цикатуха Ну а есть Муха Ци Ци Муха Ци Ци Есть еще этот Который там Американский фильм Муха Муха Американский фильм Муха Был лежать себе И гнить тихонечко То Муха прилетит То Мышка Приползет То есть Там еще Были такие строчки На самом деле Я их сейчас не вспомнил Сам в конце Муха песню мне поет Мышка в кишках Гнезда вьет Ой То есть Это уже совсем уже Некро просто Получается Реализм Так а у тебя такого много В стихах твоих Ну бывает К покойникам Такое обращение Я вообще одно время Был таким практически Профессиональным Черным юмористом А то точно Черный юмор у тебя же Да у меня целая программа была Сделаны стихи Песни вот исключительно Черный юмористический Ну на самом деле Черный юмор Это способность В страшном видеть смешное То есть Хорошо Давай гитару Если вот этого всего бояться То уже Смешного вообще перестанешь А давай вот Немножку черного юмора Так чуть-чуть Давай Глоток черного юмора Дмитрий Бациев А ну чудесно Сейчас хорошо скажу Любил я Дашу Юлю Надю А вот теперь Лежу в гробу И на мои останки Гадит Дурная птица Марабу Так Чего стих забыл Ну хорошо У меня тут много есть Ну давай другой Много есть Чудесно Вот Стихотворение В совершенно классическом стиле Средневековый декаданс Баллада королеви шуте Я видел Я видел Мертвую Слепую королеву Я видел Слышал Свист на гайке И меча удар Я видел Труп ее Привязанный Ко древу И слышал Стук копыт Коней Татар Стоит Стоит Огромный дуб Один В бескрайнем поле Стою Приднею я Ее Веселый шут И тело Теплое еще Божественно Ногое Пытаюсь Поскорей Освободить От пут Я был При ней Всю жизнь Беспечным Балагуром И я Всю жизнь Мечтал Назвать Ее Своей Я Начинал Дрожать Узрев Ее фигуру Во мне Вскипала Страсть Сильнее Всех страстей И вот При жизни Ее Обделенной Я получил Ее Когда она Мертва И я Ведомой Страстью Воспаленной Владею Ей Исполнен Торжества Царица Утоли Мои Земные Муки Отдай Мне Тело Оскверненное Толпой Она Мертва И я Целую Губы Руки И упиваюсь Ею Как Живой Я Восхищен Тобою Бездыханной Твоей Бестыжей Мертвой Красотой И я Шепчу Тебе На ухо Анна Я Твой Последний Я Последний Твой И я Уже В тебе Я Грешен Где Распятие Но Все Что я Хотел Я Получил Сполна И Труп Раскрыл Уста И сжал Меня В объятиях Умри Со мной Мой Шут Сказала Мне Она Вот так Вот Дмитрий Бациев Черный Юмор Ну там Еще Кстати Не только Черный Юмор Там Есть Какая-то Философия И на самом деле Грустно У тебя Книга Говори Что на самом деле Ну В общем На самом деле Это стихотворение О любви Я об этом говорю Страсть Дмитрий Бациев Явление Книга Вот вышла такая книга У меня Что ничего не показывают Меня никто не показывает В телевизоре Книжечку покажите Вот такая книжечка Интересная На Сам Показывай Такая книжечка Значит Продается в одном Только месте На Австрийской площади В книжном магазине Ну и слава Там была презентация Этой книги Печатается она Так Помаленечку Ну вот уже где-то Порядка тысячи штук Ушло Со временем презентации Я считаю Что не так уж Это и плохо На концептах Что в этой книге Хватит ее рекламировать В этой книге Ты ее рассказываешь Стихи, тексты, песен У тебя там есть поэма Она так и называется Явление Вот если я сейчас Сейчас ее буду читать То просто я ничего другого Не успею Да Я читал ее Вот глазами Очень интересно читается Вот Очень просто Меня поразил Дима Он один раз выступил С этим явлением На одной из акций Еще Наших театр поэтов В форпосте И что-то там затянулось Как-то показалось затянутым А потом я глазами прочитал Думаю Ну как здорово Дима Ну давай Еще у тебя есть время Рассказывай Показывай Ну что ж Про поэтов Ни одно мое выступление Поэтическое Без этого стихотворения Не обходится Меня сегодня не любят режиссеры Они меня совсем не показывают Ну ладно Ну пускай меня показывают Хорошо Меня же не так часто Как тебя показывают Ну я меня может Отъел себе Понимаешь Ряшка Вот Любовь поэтов Называется стихотворение Ну Представляю Что после этого поэта Про меня скажут Но уже не первый раз Мне не привыкать Любовь поэтов Не проходите мимо Оцените Поэзии Роскошный гобелен Вплели в него Свои изысканные нити Артюр Римбо И Поль Верлен Неистовый порыв Римбо Сонетов Трепещущий Верлена Стих Скрывают за собой Трагедию поэтов Охваченных пожаром Чувств своих Казалось бы Все есть Семья Известность Средства Сиди себе Пиши стишата Про любовь Но нет Поэта юного Опасное соседство Толкает к безрассудствам Будоража кровь Римбо Живет на денежке Верлена Верлен Живет на денежке жены Здесь все Любовь Талант Корысть Измена Причем Любовь с обратной стороны Такая вот пикантная Аказия Способна хоть кого Свести с ума И обыватель воет Безобразие А впереди А впереди Изгнание И тюрьма Но Лира не поет Когда в покое чувства За творческий порыв Поэт Плати Собой Таков удел Служители искусства Тут чуть не каждый Наркоман Или голубой О муза О безжалостная Муза Судьба поэтов Так трагична И горька Но детище Столь странного Союза Творения Пережившие Века Спасибо Дмитрий Басыев На тебе книжку Вот Слушай Дим Скажи пожалуйста Вот у тебя Ты действительно Относишь себя К поэтам Имеется ввиду Такого жанра Скажем так Ну вот Ты считаешь Допустим Что Ты будешь А-ля Хармс Через некоторое время Или еще что-то Я имею ввиду Такого плана Есть у тебя Тщеславие Короче Ой навалом Да? Конечно Здорово Хорошо Как оно проявляется В тебе? Ну вот Я по крайней мере Ничего Этого Этого Не бросаю Потому что Слышал В свой адрес Адрес уже Столько Всякой критики Вот Столько раз В том же самом Театре Поэтов Меня пытались Гнобить Вообще А кто Ну что-то там Это критики Критики бесконечные Кто такой Кто меня Пытались бы Да Пытались бы Сказать Что это такое Ой-ой-ой Эти хихоньки Хаконьки Все нужно писать Что все было серьезно И грустно Там все такое Я не знаю Чего они-то Сами такое Написали Чтобы Вот Как бы Ну что-то Так Я поясню В театре Чтобы было понятно На самом деле Потому что твои друзья Будут смотреть В театре поэтов Послушайте Был проект Он шел в рок-кафе Назывался ТВ-поэзия И там По условиям проекта Можно было Высказывать Зрителям Своё мнение Так вот Вадимир Антиппинг Очень любит Стихи и творчество Дмитрия Бациева Но есть люди Поскольку заявлено Что можно Они прям там Или в обсуждениях Или где-где Есть люди Которые Вот так сказать Не принимают Им режет Вот то что Дима делает Допустим Вот Вот речь только об этом А сейчас Сейчас другие проекты Кстати вот Сейчас Театр поэтов Послушайте Вот В салоне Арт-салоне В Невском 24 Делает проект HD поэзия Поэзия Каждую среду Вот в ближайшую среду Вот в эту Будет у нас Аши Гориды Выступать Галечка Титова Игорь Антоновский И еще Как его Называть Еще один человек Я его забыл Давай я пока буду Вспоминать А ты Рассказывай А я Может Песню спою Нет Уже не успею Да давай стихи Жаль Тогда значит Тогда Прямо наизусть Что ты все В бумажке Знаете вот По поводу Я предвидел вопрос По поводу Создания текстов Стихотворных Как это все происходит Готового Ответа нет Все происходит Каждый раз По разному Ну вот Случай Когда целиком И полностью Мне был прислан Текст Причем исключительно Прямо на день рождения То есть я проснулся У меня в голове Был готовый текст Сформирован В принципе Как бы Это песня В ней есть Куплет и припев И в ней тоже Очень глубокий Эзотерический смысл Если кто Что-то в этом понимает Мальчик на черепахе Мне прислали Прямо оттуда Или оттуда Я не знаю Ну прям на день рождения Я вспомнил просто Кто у нас будет В эту среду На Невском 24 Еще Дмитрий Чернышев Тоже очень хороший поэт А сейчас Дмитрий Бациев Дмитрий Бациев Мальчик на черепахе Подарок на день рождения Оттуда Или оттуда Готовый текст На праздники В морге Не гасят огни Пусть помнят живые Они не одни Чего б не достиг Ты в своем ремесле У мертвых Всегда превосходство В числе Любовь Зажигает вулканы Страстей А кто-то Встречает Подземных гостей С трясучей рукой И больной головой Влюбленных в раю Принимает конвой Но Руки связав На шее узлом В валенках И в попахе Едет бороться С немеренным злом Мальчик на черепахе Бойцы вспоминают Минувшие дни И битвы Где мертвыми Пали они А волны Все бьются О борт корабля И нечего больше сказать Кроме Нет Встают на войну С легионами зла Две драных овцы И два старых козла Отчаянно Мочат поганых врагов Шестнадцать копыт И двенадцать рогов И Ноги связав На шее узлом В валенках Мальчик на черепахе Здорово Спасибо Дмитрий Бациев Ваше общественное телевидение Стихи звучат Вот Дим Скажи пожалуйста Вот у тебя В жизни твоей Уже все Сейчас эфир закончится Скажи Вот у тебя В твоей жизни Как бы Что главное для тебя Творчество И любовь Реально Да Горишь этим Да Да Ну ясно Хорошо Ну Талантливым людям Можно все Да Вот еще что Как это Подождите То есть я могу пойти Кому-нибудь кирпичом По голове дать что ли Не в том смысле А в каком Не в том смысле Ну В смысле Наверное Изотерическом Можно все Ну Можно быть Например Слишком Слишком широко Погасить солнце Можно Новую вселенную Зажечь Да В этом смысле Ну как-то да Вот наверное так Ясно Хорошо Дорогие телезрители Вот Театр поэтов Послушайте По средам Теперь у нас Вход свободный На Невском 24 Поэтов Приходите Слушайте Все можно обнаружить Вконтакте И там же Дмитрия Бацеева Можно обнаружить Имеется ввиду Поиск по сообществам Там Дмитрий Бацеев Или человек Дмитрий Бацеев В общем Смотрите нас Набирайте И мы через неделю Наверняка с вами встретимся Дима До свидания До свидания Спасибо Да И в общем Всем благ Всем здоровья Пока До свидания До свидания